Здравствуйте, я в прямом эфире на своём же канале, канале Натальи Разумовской. И сегодня я вам хочу рассказать очень интересную историю, как жить долго и счастливо, чтобы не болеть, чтобы с вами никогда ничего не случилось. Что нужно? Четыре правила, чтобы не болеть и жить сто лет. Это наше желание, это ваше желание, я так надеюсь, это желание, наверное, всех людей, потому что каждый хотел бы такого. Вы знаете, как я смотрю. Открываю карты Ленормана, потому что лучше неё никто не расскажет, как же всё это нужно сделать, чтобы правило первое. Хотите долго жить? Первое правило. В моих руках карты и первая карта скажет, что первое для этого нужно делать. Так, и посмотрите, карта женщины. Ну, так, как обычно я для женщин говорю, но это может быть и карта мужчины, то есть карта человека. Просто под руки мне попалась карта женщины, ничего страшного. Первое правило. Для женщины быть женственной. Хотите быть и жить долго? Не будьте мужиком. Не берите на себя все обязанности своей семьи, не таскайте сумки. Не превращайтесь в мужчину, драя полы день и ночь, стирая, убирая, не видя ничего вокруг. Что значит быть женщиной? Проснулась, потянулась, приняла ванну, помыла ручки, проверила маникюр, надухалась, накрасилась, сделала прическу, одела лёгенькое платье и пошла лёгкой походкой. Можно так делать? Можно. Всё время вам некогда. Но когда вы думаете о том, что вы уже не женщина, вы уже мужчина фактически. Когда вы все домашние обязанности взяли на себя. Даже Мария Ленормана-то знает. Она вам показала, что первое правило – жить долго. Быть женщиной. А мужчине – быть мужчиной. Не лежать на диванчике, не курить сигаретку. Это я про мужчину. Не смотреть, как жена там всё убирает, бегает, с детьми занимается. А мы лежим курим. Мы устали. Мы пузик себе наживаем. Это не должно быть мужчина. Остаётся мужчиной. Женщина – женщина. Задумайтесь об этом прямо сегодня. Не нужно из себя делать противоположный пол. Женщине нужно быть мужчиной, а мужчине не нужно быть женщиной. Супер! Я с этим первым правилом согласна на сто процентов. Я надеюсь, что женщины тоже с этим согласны. Даже если у вас нет возможности. Даже если у вас много детей. Да всё что угодно. Не забывайте, к какому полу вы принадлежите. Женщина остаётся женщиной. Мужчина остаётся мужчиной. Первое правило вы поняли. И это нужно делать изначально. Вы и девочек так должны воспитывать. И мальчикам должны воспитывать. Что мальчик должен помочь женщине поднести сумочку тяжёлую. Помочь сделать даже уборку в доме. Всё делать пором. Первое правило мы закрыли. Вот мне уже ставят такие вот знаки, что да, такие оно и есть. Вы понимаете, вот Ленормана настолько правдиво всё рассказывает, что вы себе даже представить не можете. Мне ничего не надо. Мне не надо книги смотреть. Мне не надо ничего. Связь такая, что, ну это понятно, показала и вам карту женщины. Понятно? Понятно. Так, второе правило, чтобы жить долго. Давайте посмотрим. И вот второе правило. Смотрите, это тяжёлая карта. Это карта гроб. Но она же о чём говорит? Не замыкайтесь. Что такое гроб? Крышку положили, закрыли. И ты в этом живёшь. Тебе некогда к подружкам ходить. Тебе некогда в гости родным сходить. Тебе некогда пойти по магазинам. Тебе некогда всё. Тебе нужно дома сидеть. Не замыкайтесь в себе. Живите полной жизнью. К подружке, значит, к подружке. К родственникам, значит, к родственникам. Пойти в бассейн, значит, пойти в бассейн. Пойти там в концерт какой-то, значит, пойти на какой-то концерт. Группа показывает. Не умирайте, как сам человек. Не замыкайте, не закрывайте себя в домашних вот только стенах. И не вижу я больше ничего. Не хожу я в кинотеатры. Мне прям некогда. Я вся такая занята. Вы видите, что не даст вам долго жить. Вот это вот закрыто. Я не люблю, вот лично я не люблю ни с кем делиться с тем, что у меня в жизни происходит. Но это не причина не общаться, не ходить там куда-то. Всё это нужно делать. Ехать нужно на море. Вот заставлять себя нужно. Вы хотите долго жить? Я же вас спрашиваю. Я такой вопрос задала. Если вы хотите долго жить, не сидите с затворницами и затворниками в дом. Пинайте себя там всякими видимыми и невидимыми возможностями поехать где-то посмотреть. Покататься, может, на коньках, на льду. Может быть, да масса, масса развлечений. Они же не только вам на пользу и по здоровью пойдут. Вы развеетесь. Вы не будете вот домашними делами заняты, от которых в голове уже жужжит просто, знаете. Невозможно слушать звон в ушах. А почему вы скажете? Ой, это у меня, наверное, давление. Это у меня там страшное дело чего. А это то, что вы сели дома. Работа, дом. Работа, дом. Не, ну магазин ещё. Как же? Да, нужно в магазин две сумки притащить. Ещё мы немножечко там развеялись в этом магазине. И всё. И поэтому второе правило. Не закрывайтесь. Не сидите в закрытом помещении долго и нынно. Бывайте на воздухе. Разъезжайте где вам хочется. Не от финансов. Я это тоже понимаю. Просто идём и смотрим. Просто выходим к воде и любуемся. Просто приходим там, где лебеди, там, где птицы. Приносим им, бросим покушать. Любуемся природой. Рвём цветочки, нюхаем их и идём домой. Это же не в деньгах важно. Важно в желании. И это опять относится к вопросу, если ты хочешь жить долго. И третья позиция того же самого вопроса. Мне очень интересно, что же ещё Мария Ленорман подскажет нам в этой долгой жизни, которой нам хочется жить. И вот друзья. И вот друзья. Друзья. Видите? Собака – это друзья. Но я вам ещё от себя советую. Забирайте друзей. Не берите в друзья, кого попало. Не берите в друзья тех людей, которые будут тебе завидовать, которые будут просто делать какие-то гадости. И эта карта говорит, друзья должны быть обязательно, сколько бы тебе лет не было. Подружки, друзья должны быть. Находите человека, с которым вы можете поделиться, который может вам помочь чем-то. Никто не говорит, там миллионы тебе давать. Можно помочь советом так, что никакой миллион не поможет. Это будет в таком плане, что тебе плохо, там что-то поссорилась в семье, пришла, посоветовалась, тебе посоветовали. Ты вроде и рассказала всё про себя. Но не всё подробно, но что-то чем-то поделилась. И хорошая подруга или друг обязательно дадут хороший совет. Или пойдёт вместе, муж ругается. Муж ругается, скандал дома, боже, что делать. Звонишь подруге. Подруга как будто шла мимо и зашла к вам в гости. Взяла тортик и там бутылочку шампанского. Ой, мне на работе сегодня премию дали. Но для таких случаев можно немножечко приврать. Для того, чтобы явиться неожиданно, нужно же какая-нибудь такая ситуация. Вот пришла, посидели, тортик покушали, шампанское. Муж отошёл, помирились. Подруга сделала дело и пошла к себе домой. Для этого нужны друзья. Но я в первую очередь вам говорю, выбирайте. Не нужно друзья, а бы они были эти друзья. Нужны друзья, которые будут тебя понимать и придут к тебе на помощь. И ты будешь этих друзей понимать, и они к тебе на помощь. И ты придёшь, понимаете? Чтобы обоюдное было. Не те друзья, которые будут палки в колёса ставить. Это тяжело, конечно, всё подобрать. Но учитесь подбирать друзей с молодости. Потому что третий пункт долголетия, как гласит, выбирай себе правильных друзей. Неважно, это с молодости или это во взрослой жизни, ты выберешь такого друга. Главное, чтобы эти друзья были. Видите, не говорят, что нужно братьям-сёстрам идти рассказывать. Братья-сёстры, понятное дело. А хороший друг, которому ты можешь рассказать всё-всё-всё. Все свои тайны, все свои секреты. Всегда вы помните, когда поделишься с подругой, как-то легче становится. Потому что ты видишь дело с одной стороны, а она видит дело с другой стороны. И, в общем-то, свели это всё. И, оказывается, это не так всё страшно. Так, теперь давайте последнее. Последнее. Что же скажут нам высшие силы, я так понимаю, чтобы мы жили долго? Какое четвёртое правило для того, чтобы жить долго? Успех. Успех, это понятно, слушайте. Это так понятно. Смотрите, букет. Когда ты успешен, когда у тебя дела ладятся, когда у тебя на работе хорошо, когда ты карьеру делаешь, когда у тебя там, я не знаю, хвалят тебе, подарки тебе дают. Понятное дело, что настроение повышается, тебе классно, ты не нервничаешь, ты не переживаешь. И к этому успеху нужно стремиться. Да, это может быть вот четвёртая карта, она как бы сложновата для выполнения. Но вы-то хотите долго жить? Мы для этого сегодня четыре правила смотрим. А значит, они не могут быть совсем лёгкими. Для того, чтобы быть долгожителем, правила нужно соблюдать. Хорошие, нормальные правила. Даже гроб. Дыши свежим воздухом, он говорит. Не сиди в закрытом помещении. Видите? Собака говорит. Друзья, возле тебя должны обязательно быть друзья. Не замыкайся к себе. И последняя карта. Будь успешен. Это тоже однозначно правильно. Потому что если ты учишься, если ты университет заканчиваешься, если ты хорошую работу находишь, если ты имеешь карьерный рост, тебе хочется жить, тебе есть желание продвигаться, тебе хочется добиваться ещё и большего и большего. Поэтому болеть некогда, умирать некогда. Вот для этого, наверное, всё-таки последняя, четвёртая заключающая карта и заключающий совет – это быть успешным человеком. И не сидеть дома. Опять же, этот букет говорит. Букет зачем? Для того, чтобы ты была в обществе. И тебе, когда ты выходишь туда, и тебе классно, и тебе хорошо. И тебя все узнают, и встречают, и радуются. А не идёшь ты такой вот, знаешь, уже настроение никакого, платочек одела, две сумки тянешь, а тебе всего 35 лет. Понятное дело, ты сам себе укорачиваешь этот возраст. Организм не хочет дальше жить. Ему скучно с тобой. И он говорит, да, надоело. И ты говоришь то же самое. А с букетом это бьёт всё ключом. Это фонтан, это жизнь, это всё классно. Замечательные четыре правила, которые нужно выполнять для того, чтобы долго-долго жить. Ну так, как мы с вами договаривались. Вы же знаете, да? Мы живём до ста лет. И как мы живём? Вот так. Ничего в нашем договоре не поменялось. Удачи вам всем. Соблюдайте четыре этих правила, и вы будете жить долго и счастливо. Пока. Соблюдайте. Спасибо. 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 Спасибо.